Ну что, друзья, вот пришло время, когда нас начинают скидывать на воду. Илюха вон стоит, наблюдает. Диночка, привет. Ты готова к воде? Да. Отлично. Я готов, если что подкрасить тебя, что лежит. Да. Ну вот, мы уже готовы, готовы. Все красивенькое, чистенькое. Кроме нашего. Ну, спрей-худ не получилось. И винт какой, вау, просто. Хоба. Чтобы не запачкать лодку, подстеряют такие штуки, тряпочки. Причем это, по-моему, кожаная на самом деле. Из кожи молодого дермантина. Ты не уточнял, да, там, где-то. Да? Да. Да. Прямо ничего себе. Ого. Ого. Прямо ничего себе. 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 Это камера из топа, да? Да. То есть, опыт у них уже есть. Да, поэтому мы сняли бэкстей и топин лифт на всякий случай. Опа. Вот, красочку нам сняла этой штукой. Ну, ничего, видно, не досохло. Да, это надо будет сейчас подкрасить. Первая гата, экстренная покраска. Бля, это дождь и куча еще, да? Ну, вот что делать. Ребят, коробки, если что, всегда можно перевернуть. Это, наверное, показатель того, что лодки здесь все-таки не падали. Это, наверное, не начало бы, наверное, это. Был бы осторожнее. Не ходил бы на работу сейчас. У тебя тут стоит. Гадо такое, Амина. Маляр на выживание. Амина. Амина. Хеллоууу. Короче, прикол здесь в том, что этого можно и не делать, но никто же не красит. Просто краска есть, ее подняли. За одной покрасить. А что ли? Тихо, тихо, тихо. Посрался, уже крышку протолкнул, внутрь банки. Слушай, мне вообще не нравится то, что на краспиц касается. Нет, нет, там оно даже без нагрузки, оно там ровненько-ровненько, там нет проблем. Там Мара не чувствует. Что-то я чувствую. Аж прослезил. Ты тебе с ума такая подсчипливая. Да, это я. Все, дальше не идет. А дальше я просто струк, порежу, не видишь. Чикаха на этом моменте плюхнули. Это было очень... Да не, он вроде нормально. Он просто дернулся так. Нет, он сильнее дернулся, прям значительно. Его прям аж раскачало. Смотри, что винт, вот он коснулся. Да, тачдаун. А фендеры, фендеры-то. А там фендеры на пирсе есть. Смотри, прямо все. Ты что-то снимаешь, я проверю, течит там, течит. Да, конечно. Ну, это стандартная практика, а не в любом кухне, так оно не похоже. А вот, ладно, течит проверить. Билдж-памп, как себя чувствует. Качает ли нон-стоп или все-таки делает перерывы, да? Собака так потянулась, как будто она дело сделала, реально. Встала. Да, ты видел, да? Но это же ее хозяин. Как у тебя дела? Так-то не течет. Как у нашего Билдж-пампа дела? Вот, здесь и стою. Ничего не сигнализирует тебе? Ты что, еще ей на язык пробуешь? Как и надо. Фу. Катайска какая. Выклепи водички. Прополосировал. Так, я сейчас не за этим здесь. Нет, тут все шутки. Ну, все. Я, это, я бросил. Дэпс, а вы на стене. Брят, сантим 3 метра, это очень хорошее, стабильное стояние. Кстати. Все, вент кружится. Ну, вода пошла, как видите. Ну, да. Почему-то, как всегда, на швартовке задул такой ветер. Ну, мы снимать, к сожалению, не смогли. Но здесь задача достаточно несложная. Вот вы видите, вот этот пирс, на котором мы стояли. И с него перейти и поставить жопу вот на буйок. А мордой подойти в берег. На таком вот расстоянии. Диночка, привет. На тузике ездить вот так вот от лодки к пирсу. Вот это все расстояние. По мощней моток. Да, да, да. Расстояние слишком большое, да? И мы так немножечко, похоже, выпираем. Вот тут такой, ровно по мачте. И такая жопа торчит, и у нас тут вот расстояние. По-моему, мы чуть-чуть выпираем назад, Дина. А? По-моему, мы чуть-чуть назад выпираем. Ну что, у нас сейчас с Илюхой будет задача адская. Простая. Мы будем снимать форстей, чтобы заменить нижний сегмент трубы. Я вам показывал, она у нас лопнула. Задача звучит, конечно, просто. Ну что там, кусок трубы открутить, двумя болтами и закрутить. Четырьмя. Четырьмя. Но при этом это все должно быть сделано так, как будто мы снимаем мачту. Всего-то. Меняем ригинг. Меняем ригинг. Ты уже знаешь, как это делается. Для начала снимаем парус. Ты готова? Да. Ну что, Илюха, разматывай. Тихо-тихо, я сейчас улечу, я ж мало вешу. Никто никуда не летит. Я ж мало вешу. Все, есть, скидываем. Дина, готова? Да. Все, вниз пошел. Так и нет. Сейчас. Ну, можно сказать, мелочи. Но приятно. Но снимаем. Ну вот, чуть-чуть подрано. Но, в принципе, весьма живое. Потом надо будет сплассинг сделать для красоты. Драка. Так. Теперь нам нужно открутить вот этот шахер и нижний. Давай я вот. Типа того. Короче, как сделать так, чтобы не настраивая Рига 5, вернуться к квантам в исходное положение? Линейка. Я ж не знаю, что штангенциркуль называется. Конечно. Я ж тупой блогер, да? Откуда тебе знать? Откуда? Сереж, образование что ли есть? Нет. Мореходку не заканчиваю. Короче. Не очень видно или я могу уронить? А тебе не надо. 61. А что ты померил? Что 61? Расстояние между двумя пинами, растяжение троса. Вот так и говорим. Сейчас будем отпускать. Ага. И мы будем отпускать порт и старборд. Меряем 61. Все померяем. Меряем здесь. 56. 5 миллиметров разницы между порт и старборд. Но мы же ходим на пассатах, поэтому у нас одна сторона сильнее вытягивается. Теперь нам нужно просто их раскрутить, чтобы мачту отдать вперед. Понеслась. Понеслась. О, а теперь я поднимаю. Да, а я буду держать. Что получилось? Да. Давай черные пипочки. Сейчас черные пипочки в кармане. Без пипочек вообще не вариантов. Я слышал. Что я здесь сделал? Смотрите. Основная сложность была вставить вот этот вот пин. Для этого мне нужно было натянуть сам форстей. Вы увидите, какой он имеет изгиб. То есть вот это вот провисание, оно не дает, не давало возможности вставить пин. То есть мне нужно было натянуть его. То есть я взял шкот, привязал его вот сюда, пропустил его вот так вот снизу и натянул, и вставил. Слушай, ну она бы сломалась, разумеется. Так, а вот это, не, ну конечно она бы сломалась рано или поздно. Вот это вот ломаная. Секунду, покажу поближе. На самом деле она вот где-то до тех же расстояний и была сломана. То есть она не улучшилась, не ухудшилась. Ну она бы со временем закоррабировалась. Конечно. Ну так, для начала. Берем, переключаем в режим откручивания и начинаем откручивать. Я его хочу сейчас полностью распустить, чтобы можно было вертикали набить правильно. Доверяем. Он выровнялся, но это еще не нагрузка. Вот видите, он болтается. Мы сейчас это уберем. А убираются они вот этим turnbuckle. И накрутил, но еще не до конца. Смотрим мачту. Имеет все равно немножко изгиб в обратную сторону. Так, сейчас мы ее еще накрутим назад и будет норм в общем. Так, задача следующая. У нас на бэкстэй нужно поменять ролик. У меня есть вот такой вот ролик. Илюха мне его подогнал. Привез откуда-то из декатлона, по-моему, или откуда-то. Из такого не совсем яхтенного магазина. Но, между прочим, вот вы видите, что это за фирма. Эта фирма делает вот всякие облачки для яхт. И именно достаточно хорошая. Авичард, по-моему, она называется. Ну, не суть. Короче, я вам покажу, что случилось. Вот в бэкстэй, вот там находится ролик. Этот ролик уже полностью выработался. Вот сейчас мне нужно будет эту штуку скинуть под мачту. Подняться. И просто ее оттуда снять и поменять на другую. Короче, заменили вот на такой ролик. Хопа! Вот, короче, вот в таком виде у нас он работал. То есть здесь просто уже от времени мы потеряли куски этого алюминия. То есть он выработан. Вот такая вот штука. Нужно будет потом просто купить. На самом деле вот такая система хорошая. То есть видите, какая крепкая. То есть сюда идет пин, сюда еще один. Внутрь вставляется вот такой ролик. То есть такая примитивная дубовая система. Ну, посмотрим, сколько проживет этот. Если что, поменяем обратно. То есть как запасной аварийный. Но вот место изгиба еще не на месте. Ну что? Даже много немножко. Вот я тебе про то. А? Перетянул? Ну, видимо, блок этот чуть-чуть более короткий. Чуть перетянуто. Сейчас надо отпустить. Так, а теперь берем штангенциркуль. Идем мерить расстояние. По портсайт должно быть 68. Вот и проверяем. Чуть-чуть много. Надо еще буквально на пару виточков накрутить. 56. Нормально. Но все равно, мне кажется, как-то он немножко перебит. Ну, я оставил так, как было. И ту сторону. 261. Ну, наверное, можно сказать, что руки умыли. Осталось теперь поставить вот такие вот пины. И все. Ну, сейчас я проверю геометрию. Что ты должен увидеть там? Ну, я смотрю на кривизну мачты. Ну, вот сейчас вроде все. Может быть, еще чуть-чуть отпущу бэкстей. И на этом закончим. Было нормально. Не надо было выем. Так. Все. Сейчас ставлю пины. И на этом... Ну что, вот еще один у нас технический выпуск подошел к концу. Как вы видите, задача поменять трупового фурлера Форстея. Вообще нифига не простая задача. И с ней приходится именно поиметься. Ух. Ну что. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И до встречи в следующей серии. Пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok